В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть вот у меня, мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 миллиметров. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 миллиметров. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Ну и вот мы сейчас имеем уже окончание гребня. Гребня. А-ля лангет. И лангет означает, что у нас лангет – это по-французски язычок. И у нас этот язычок, он спрятан внутри наших двух картин. В этом отличие окончание гребня вализан и вализан по скату. То есть вализан у нас сейчас сделан по скату. Это означает, что у нас он под углом. А угол этот определяется углом ската. То есть в данном случае у нас угол ската 40 градусов. И у нас вализан по скату 40 градусов. Ну и для того, чтобы нам сейчас продолжить фальцевание, то есть мы сейчас будем формировать двойной стоячий фальц. И будем для этого использовать такую оправку. Пластиковую оправку двойного фальца. То есть с одной стороны у нас 25, слева, справа 35 миллиметров. Сейчас мы прикладываем там, где у нас 35, для того, чтобы нам отогнуть кромку 9 миллиметров. Для этого можно использовать или большую киянку, или малую круглую киянку безотбойную. Вот как сейчас. Потому что малой безотбойной киянкой легче работать. Она тромку отгибается меньшими порциями, будем так говорить. Ну и вот сейчас мы еще... Надо будет здесь посмотреть. Здесь самое тонкое место в этом вализан по скату. Это сделать у первой и у второй картины. То есть картина справа и картина слева. Вот этот угол. Вот этот угол. И сейчас мы его немножко раздвигаем. Картины. Грибень картины. Вот, чтобы было вам видно, чем мы сейчас займемся. Сейчас поменяли ракурс камеры. Ракурс камеры. Ну и вот так вот он сейчас выглядит у нас. То есть нужно его немножко подкорректировать, чтобы у нас угол был и у левой, и у правой картины одинаковый. Поэтому мы подрезаем картину справа. Кромку. Немножко подрезаем слегка. Убираем лишнее. Ну а так вообще... Самое вот это место сделать под углом именно 40 градусов. Чтобы и у первой, и у второй картины угол был 40 градусов. Но это вопрос уже умения. Вот, то есть таких вализанов по скату надо штук 10 сделать. Не менее. И тогда появится умение. То есть мы уже знаем, как правильно делать. И мы продолжаем отгибать нашу кромку. Формировать двойной стоячий фальц. Сейчас мы будем отгибать кромку слегка подриктовываем картиной. Вближаем их. Вот можем использовать киянку большую. Сеченую, полиэтиленовую. Но так как у нас здесь небольшая такая... Небольшой такой получается объем. Поэтому здесь, конечно, мы медленно все делать будем. И будем применять небольшую киянку. А киянку круглую, безотбойную. Она бывает разных радиусов. Из нее разного диаметра бывает эта полиэтиленовая головка круглая. Мы будем использовать самую маленькую. То есть киянка безотбойная. Круглый боек 20 мм. Ну, сейчас поменяли снова ракурс. Чтобы было все понятно. И продолжаем работать киянкой безотбойной. Круглый 20 мм. Удобство в этих киянках то, что этот боек, если он изнашивается, его можно заменить. В этом преимущество этих киянок с круглым бойком. Вот 9 мм кромку мы постепенно, постепенно отгибаем. Вот это последовательность. То есть мы сначала делаем торцевую часть. То есть мы подводим картину правую и левую. Потом делаем лангет. Окончание гребня а-ля лангет. То есть в данном случае у нас вализан по скату 40 градусов. Вализан по скату 40 градусов. Ну, и сейчас поменяли немножко ракурс картины. Для того, чтобы можно было более удобно вам видно. Это вот такая последовательность. То есть мы сейчас делаем горизонтальную часть. Ну, прикладываем теперь вторую сторону. И продолжаем при помощи оправки двойного фальса отгибать кромку 9 мм. Ну, конечно, на больших объемах, когда у нас это делается, при помощи оправки металлической. Оправка металлическая, она и шире. Ну, а для таких вот небольших работ обычно вот этот... Вот сейчас помогаем отгибать при помощи рамок двойного фальса. Это тоже момент, мало кто знает. Можно отгибать ими. То есть промежуточный вариант можно отгибать или догибать, уже будем так говорить. То есть завершение первого гиба. Завершение первого гиба. Для того, чтобы у нас кромка отгибалась более плавно, последовательно. Вот сейчас мы отогнули аккуратно. При помощи рамок двойного фальса проверяем. 9 мм. Сейчас мы отогнули кромку 9 мм. Ну и нам нужно теперь отогнуть. Нам сейчас нужно... Подриктовываем и нам нужно отгибать уже... Вот это место, да, вот это сверху тоже вот поздравительно хорошо отогнуть, плотнить. Плотнили 9 мм. Кромку. Тверяем. Ну и продолжаем. Теперь прикладываем то же самое, но же 25 мм. На оправке полиэтиленовой двойного фальса. И постепенно тоже отгибаем. Ну и теперь у нас, конечно, толщина уже две толщины. То есть, если у нас железо 0,50, то у нас тут толщина будет уже 0,50 и 0,50 мм. Небать уже ее. Поэтому попробуем отогнуть сначала крольными клещами под 45 градусов. предварительно. Ну вот тут вот спрашивают, почему вот крольное железо 0,50, 0,55, а не 0,7. Ну вот 0,7 железо нам не получится инструментом обгибать. Крольным инструментом. Потому что железо идеальное крольное железо это 0,55. Соответственно, оно должно иметь параметры для фальцевой кровли. Вот САП светской фирмы они специально изготавливают крольное железо для фальцевой кровли. Это железо идеально подходит для наших работ. Ну, сейчас мы применяем уже еще такой есть рульные крыши под 90 градусов. Они тоже здесь уместно их использовать. Сначала под 45, а потом под 90 градусов. Вот они тоже с ними можно работать и отгибать уже. Ну, сейчас мы уже можем спокойно применять нашу полиэтиленовую оправку. Она вот как раз и сделана для того, чтобы использовать от таких небольшое пространство и небольшой объем как раз для таких работ. Для таких мелких для таких. Вот мы сейчас поворачиваем еще раз нашу кромку уже уже 11 миллиметров. Она у нас будет сейчас под 90 градусов. под 90 градусов. Проверяем. Проверяем, хорошо ли загнулась кромка, которая при таком гибе она иногда отгибается обратно, поэтому всегда нужно проверять в таких местах. Сейчас у нас 11 миллиметров отгибаем кромки с этой стороны. Это все четко видно. Продолжим наш гиб. Вот если тут где-то не четко, можно таким способом прикладывать крыльные клещи по 45 и выравниваем, чтобы четко по близне гиба у нас происходила отгибка пальцевания двойного стоячего пальца. Выравниваем линию гиба. Выравниваем линию гиба. В данном случае, как я говорил, у нас железо 0,50. Это железо с ним почему тяжело работать, потому что оно имеет покрытие полиэстер. Она немножко по-другому называется, но даже я бы сказал еще еще хуже в смысле. Она очень такое нежное, капризное. Поэтому с таким железом это железо обычно если его делает крупная хирма солидная, она покрывает еще его пленкой. Но так как это железо не приспособлено для фальцевой ковли, но предназначено больше для металлочерепицы, для заборов. Поэтому сейчас вы видите даже аккуратно работая с металлом все равно царапается металл. Даже если мы будем работать инструментом, который отшлифован, все равно будут оставаться мелкие царапины с полой не пурал. На пурале это все пурал он испытывает большие нагрузки. Ну сейчас мы закрываем фальц при помощи рамочных при помощи рамок двойного фальца. Соответственно делаем это аккуратно, степенно. Ну и конечно для того чтобы меньше царапало, сейчас видно что царапает чуть-чуть, нужно использовать есть такие рамки двойного фальца, которые имеют полиэтиленовые накладки. вот эти рамки с полиэтиленовыми накладками они не царапают, причем эти накладки они меняются, когда они стираются, они меняются. Ну в данном случае мы работаем обычным инструментом, завершаем надгиб, то есть мы сейчас сделали двойной стоячий фальц. двойной стоячий фальц. Закрываем, делаем второй гиб, все, мы закрыли, сформировали двойной стоячий фальц. Вот так он выглядит, ну для того, чтобы все равно как бы не стараясь, все равно сейчас мы кончание еще раз проходим с другого ракурса уже подняем. Дело все в том, что как бы мы ни старались, все равно в процессе, и причем это все зависит еще от качества покрытия, но как я говорил, Пурал он более стойкий, на нем как правило не появляется при работе даже неотшлифованным инструментом не появляется на нем, если действительно там не произошло что-то сверх такое, то есть такое покрытие, как здесь, оно, конечно, полиэстер, оно не предполагает. вот сейчас мы работаем уже с вертикальным гребнем, с вертикальным гребнем на такая последовательность, мы сейчас сделали горизонтальный двойной фальс, стоячий горизонтальный двойной стоячий фальс, и теперь вертикальный, ну, здесь нам нужно теперь постепенно его поднимать, при помощи, делаем мы это при помощи конвертных клещей, вот так это выглядит сбоку, вот так это выглядит сбоку, ну, помним, что у нас, когда мы делали разметку, раскроя картины, у нас сверху вас рфальс, вас рфальс, ну, сейчас для того, чтобы нам аккуратно это все отогнуть, мы применяем правку лопатку, ну, тут уже с левой стороны постепенно будем разгибать, вот вас рфальс, то, что у нас сверху мы сделали, вот сейчас еще теперь внизу еще плотняем, то есть нам сейчас надо сделать аккуратно вот эту линию гиба, которая у нас, линия гиба, она же биссектриса, чтобы четко по этой линии у нас отогнулась кромка, вертикальная кромка 45 миллиметров или оберфальс, сейчас мы это все делаем постепенно, аккуратно, проверяем, чтобы у нас все было, соответствовало, соответствовало нашему крою, соответствовало раскрою картин, вот сейчас немножко меняем ракурс камеры, для того, чтобы нам было удобно наблюдать, вот теперь мы с картиной правой работаем, снимаем вертикальную кромку, здесь тоже важно правильно не заминая разные стороны линию гиба аккуратно отогнуть по линии гиба теперь то, что у нас с левой стороны кромка, немножко можно уплотнить при помощи круглой киянки и продолжим сейчас уплотнять вот вот она точь четко по линии сектрисы у нас теперь можно уплотнить вот это самое такое место в ломаном гребневом фальце или по-английски пинч сим то есть ломаный гребень пинч сим ну мы делаем по немецкой выкройке которую мы взяли из библии кровищика ну можно также взять и если нет библии кровищика можно взять выкройку картин этого узла ломаный гребневый фальц с вассерфальцем то есть оформление как мы видим верхняя часть двух картин вассерфальц он делается тут складку поэтому ну можно это взять еще и на сайте rainsync .d там тоже есть выкройка ну там конечно и даже есть видео вот нам сейчас нужно вот эту часть то что мы сейчас будем отрезать это у нас до 25 миллиметров мы сейчас делаем ослабление ослабление сейчас вертикально отрезаем подрезанными ножницами все мы сделали ослабление то что у нас картин кромка слева теперь мы ослабляем кромку справа мы то же самое сейчас сделаем для ослабления кромки слева наша задача кромки двойного фальца нам нужно их ослабить таким образом чтобы можно было сделать складку вассерфальс доходим до 25 миллиметров устанавливаемся и подрезаем теперь сверху подрезными ножницами подрезаем подрезными ножницами рычажные подрезные ножницы они у нас с насечкой ну так вот выглядит это ослабление так выглядит это ослабление ну вот на сайте rainsync .d можно найти если у вас нет библии кроличка выкройку именно этого ломаного гребневого фальца ну есть видео на rainsync интерактив тоже есть прекрасное видео ну естественно оно на немецком и на английском языках на немецком и на английском языках сделано ну там там все подробно хорошо ну там нет подробностей вот про вассерфальс складку там он показан там показан он вторым способом когда мы отгибаем эту кромку вассерфальс здесь мы делаем по нашему методу восьмом восьмом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok